Привет всем! Такой на салфеточный немножко формат. Хочу поздравить всех коллег с Днём Системного Администратора. Если вы Системный Администратор, поздравляю сердечно вас. Если у вас есть друзья или коллеги Системные Администраторы, обязательно поздравьте их, им будет приятно. Напоминаю, что это международный праздник, он празднуется в последнюю пятницу июля в 2016 году, соответственно, он выпал на 29 число. Так что всех поздравляю. Если в вашей стране или городе ещё не наступил этот праздник, немножко подождите. Если вы смотрите видео сильно позже, значит, ну, поздравляю вас постфактум. Но раз это видео появилось на Ютубе, значит, в моём городе этот праздник уже наступил, и я очень рад. Как я говорил в прошлом видео, у меня было несколько роликов, которые я снял, потом положил на полку, какие-то выбросил, но это я видео не выбросил, и теперь я решил его всё-таки презентовать. Я его снимал как очередной выпуск «Железного детектива», потом передумал его выпускать как «Железный детектив», потому что, по сути, это такой монолог. Достаточно скучный, мало кому интересный, но мне, как видеолог, он нужен, чтобы просто не забыть определённые детали. Я так часто делаю. Так что я его не выкинул, а вот теперь вспомнил, что впереди праздник, и решил его всё-таки презентовать. Так что это не шоу, и многим он покажется нудным и неинтересным. Но если вы хотите разобраться с «Хакинтошем», возможно, это видео посмотреть для вас будет не лишним. За сим я передаю слово самому себе недельной давности, и вот и всё. Привет всем! Вы смотрите очередной выпуск «Железного детектива», и сегодня у нас дело «Хакинтош». Наверное, многим было понятно, ну, не всем, может быть, но многим, что раз уж мы затрагиваем тему Мака, то мы никак не можем обойти тему «Хакинтоша». Да и очень многие люди в любом случае спрашивают меня про эту тему. И, ну, было бы лукавством, если бы я сказал, ой, это меня совсем не интересует. Это неправда, конечно. Это заинтересовало меня сразу же после того, как я закончил работу над выпуском про трудный путь Apple к Mac OS X. И, естественно, мне, так же, как и всем, хотелось понять в первую очередь, насколько вообще лично я могу успешно создать подобный продукт. Все знают, что Mac'и – штука недешевая, причем недешевая крайне. Все знают, что, в общем-то, это не то, чтобы особо оправдано, ничего волшебного внутри компьютеров Apple нету. Но не все понимают до конца, а что же именно там есть, как раз вот по этим причинам, потому как заглянуть туда получается далеко не у всех. Понятие «Хакинтош» появилось очень-очень давно, и, в общем, понятно, что оно значит. Делаем левый системный блок и пытаемся запустить на этом операционную систему от Apple. Дело благородное. Хакерство вообще дело благородное. Но проблемы раньше у людей были, конечно, существенно большие, потому что Mac'и были не IBM PC совместимые, продукция подобного рода редко встречалась на рынке, доставалась не так легко и просто, поэтому просто симулировать «Макинтош» было, в общем-то, задачей далеко не тривиальной. Но, с другой стороны, а так ли сложно все это было? Ну что есть внутри обычного PowerPC-шного Mac'итоша? Процессор сделан компанией Apple? Нет. Оперативная память сделана компанией Apple? Нет. Может быть, PCI-слоты сделаны компанией Apple? Нет. Видеокарта и та не сделана компанией Apple. Конечно, материнская плата в этом PowerPC абсолютно своя, Apple-овская. И это как раз накладывает основное ограничение. То есть у нее свой способ, например, передачи процесса загрузки операционной системе на жестком диске. И, в общем-то, эта ситуация сохраняется и по сей день, даже на Intel-овых Mac'ах. Но и Intel-овые Mac'и устроены не в пример проще. Эти машины вполне можно было бы делать и самому. Можно взять у IBM процессор PowerPC, можно взять какую-то подходящую для этого материнскую плату. Обычную, не DDR даже, а SD-RAM DIMM133 память. И видеокарту какой-нибудь NVIDIA GeForce 2 MX. Несущественно ее переделать прямо на обычном IBM PC. И все. На этом, в общем-то, вы собрали Mac. Но вам придется многое взламывать таким образом. Да хотя бы перешивка видеокарты. Это уже хак. Поэтому и хакин тоже. Весь юмор этой ситуации в том, что на самом деле на сегодняшний день ничего, собственно, хакать не нужно. Все компоненты Apple-ового компьютера на сегодняшний день это обычный IBM PC. И там совершенно ничего уникального нет. Да, они все еще сами делают для себя материнские платы. Тут ничего не поменялось. Но, ну то есть на самом деле они даже не сами их делают. Просто это уникальные платы, которые не используются больше нигде. Но что такое материнская плата? Материнская плата это не какой-то компонент, определяющийся в системе. Материнская плата это набор чипов и гнезд, и разъемов. И, в общем-то, самое главное не повторять материнскую плату один в один. А повторять что? Повторять процессор, который в ней установлен. Повторять чипсет, который это дело все поддерживает. Повторять дополнительные микросхемы, которые нужны, типа аудио, сети, видео и так далее. Ну и, наконец, порты ввода-вывода, которые будут понятны операционной системе. Почему так? Ну, понятно. Apple идет по пути наименьшего сопротивления. Очень просто писать операционную систему и заявлять, что она лучшая в мире, когда ты точно знаешь, на каком оборудовании она будет работать. В этом смысле Android находится в очень сложном положении и, тем не менее, конкурирует с iPhone. Почему? Потому что ребята из Google понятия не имеют, на каком телефоне, от каких китайцев, насколько задешево будет работать их система. И, тем не менее, она должна работать и должна выполнять свой базовый функционал. В то время как разработчики Apple точно знают, где, что, какие особенности оборудования, и писать iOS под железо iPhone очень просто. Таким образом. То же самое можно сказать про, допустим, Windows, который гораздо труднее существовать в мире, чем Mac OS. То же самое можно сказать про любую Unix-систему, которая может визуально полностью повторять Mac OS. Но она понятия не имеет, на что она будет подставлена. И ей придется поддерживать огромное количество разного железа, чтобы существовать, жить, быть достойной, быть выбираемой пользователями. Mac OS поддерживает ровно то, что встречается в компьютерах Apple, и не микросхемой больше. И поэтому, чтобы нам повторить функционал Mac, чтобы нам собрать Hackintosh сегодня, нужно точно знать, что же внутри в нем находится. И я подумал, есть ведь путь наименьшего сопротивления. Как говорится, дураки учатся на своих ошибках, умные люди на чужих. Можно ведь просто почитать форум и точно узнать, где, какое обычное писишное железо нужно купить, чтобы все легко заработало. Да, но, видимо, тут лучше прикидываться дураком. Потому что где бы я сейчас был, если бы я всегда ходил по чужим дорожкам, а не протаптывал свои и не собирал бы шишки на свой лоб. Ну, как минимум, не было бы этого видео, не было бы шоу 16-бит, не было бы, наверное, ничего для меня. Так что я сразу после того, как снял выпуск про Mac, заморочился темой хакинтоша и просто пошел в ближайший магазин, занимающийся перепродажей техники Apple. Что же внутри там, задал себе я вопрос, вот чтобы это выяснить, я пошел смотреть, отгоняясь как от мух от продавцов-консультантов, я стал читать технические характеристики на ценниках. Я с удовольствием показал бы вам видео о том, как я пришел в этот магазин, как я смотрел. Но вы же скажете, что это реклама, соответственно, хорошего контента не будет. Будете включать воображение, чтобы у вас не было возможности испортить мне настроение подобными изречениями. Но на сайт, как-нибудь не отображая логотипы, мы заглянем. И я попробую более или менее наглядно показать, о чем же, собственно, речь. Вот фактически изображение, которое мы видим практически первым делом, как только мы заходим на некий сайт некого продавца в разделе iMac. Тут мы видим, что компьютеры достаточно разные. То есть здесь есть и компьютеры с процессором Core i5 3.5 ГГц, ну вот на данном экране представлено максимум 3.3. Есть вариант и 3.1, но на самом деле там же есть вариант и 1.6 и так далее. То есть, ну, не самые, грубо говоря, мощные. При этом мы видим, что практически везде здесь Core i5. На данном слайде везде Core i5. Здесь везде достаточно существенные накопители. Но где-то это просто 1 ТБ жесткий диск, где-то это 2 ТБ Fusion Drive. То есть привод, который сочетает в себе частично и SSD, и обычный накопитель на жестких магнитных дисках, вращающихся. Где-то есть видеокарта AMD Radeon R9. А где-то используется встроенная графика типа Intel Iris Pro 6200. При этом здесь довольно странная ситуация. Большая часть этих мониторов – это ретина, то есть это очень качественный монитор. Ну, здесь мы видим и 21,5 дюйма дисплей, и 27-дюймовые модели с разрешением где-то минимум 4К, а где-то и 5К. Это огромное разрешение. Однако, если мы посмотрим в документацию на Intel Iris Pro 6200, то увидим, что вообще говоря, это встроенная в процессор видеокарточка, даже видеочип, какой же это карточка, да это даже не чип, это видеоядро внутри другого чипа, внутри процессора. Она рассчитана на, ну, в общем, неплохую производительность, но на разрешение до 1366 на 768. О каком тут 4К речь, понятно, не совсем. Но как бы там ни было, производитель предлагает именно вот такой вариант. И если здесь, ну, допустим, большая часть продуктов предлагает всё же Radeon, то другие маки, которые я встречал на прилавках, в основном предлагают именно встроенную графику, встроенную в процессор. Да и действительно, компьютер это не игровой. И графика, которая встроена там в процессор, достаточно для него вполне. У всех моделей 8 ГБ оперативной памяти. Конечно, это не предел для Macintosh, Но в целом 8 ГБ некий стандарт для компьютеров iMac. В общем-то, все компоненты, хотя они искудно указаны и мало что из этого можно понять, тем не менее, вполне стандартные и узнаваемые. Мы все их хорошо знаем. Пугают только цены. Огромные цены за такие, в общем, не очень существенные конфигурации. Итак, понятно, в общем, немногое. Но кое-что. Скажем, вот компьютер iMac, то есть моноблок от Apple. Что мы знаем о нем чисто из ценника? Выходит, что все они работают на процессорах Core i5. И все они используют ту видеокарту, то есть тот видеочип, который встроен в этот самый процессор Core i5. Да и вообще, вот мы видим, что в одном из вариантов iMac используется процессор Intel Core i5 3.3 ГГц. В общем-то, довольно сухие цифры. Но из них можно сделать, воспользовавшись банальной дедукцией, очень много выводов. Кое-какие записи я сделал в свой справочник железного детектива. Вот, в частности, Intel Core i5 3.3 ГГц 4590. Скромная надпись на ценнике, которая сразу нам говорит о том, что это точное ядро Haswell, вышедший в 1800 еще, скажи. Это процессор 2013 года. Процессор 2013 года для сокета LGA 1150. или 1150. Кому как больше нравится. У него есть 6 МБ кэша третьего уровня. Он четырехъядерный. И в него встроена HD графика Intel. Intel HD Graphics 4600. Тут даже не чипа, это ядро внутри процессора, внутри чипа называется. И собственный контроллер памяти. И из ценников мы знаем, что практически все эти iMac используют исключительно встроенное видео. Одним словом, один тот факт, что они используют процессор Core i5 3.3 ГГц, допустим, но мы также знаем, что они используют практически любые процессоры Core i5 на частоте от 1 там и до 3.5 ГГц. Один этот факт уже говорит нам практически о всей конфигурации, внутренней конфигурации этого Mac. Вряд ли можно подобрать такую машину, работающую именно на этом Core i5, которая бы существенно отличалась от этого Mac. И это уже очень большие возможности. Итак, все, что мне осталось сделать, это просто пойти в магазин и выбрать на полке любой системный блок, более или менее подходящий по конфигурации. То есть у него обязательно должен быть процессор Core i5, должно быть встроенное видео, оно там естественно есть, просто не надо никакое другое. Желательно, чтобы у него было также 8 ГБ оперативной памяти, как у всех iMac'ов, и чтобы у него был хотя бы терабайтный жесткий диск. Хотя многие из них используют так называемые гибридные приводы, то есть это одновременно и SSD, и жесткий диск. Не то, чтобы я сильно доверял подобным устройствам, но если им доверяет Apple, значит хорошо. Тем не менее, я думаю, что лучше использовать системную SSD-шку и терабайтный накопитель под все остальное. Поэтому, в общем-то, вырисовалась картина, которая говорит нам о том, именно какой компьютер мы хотим превратить в хакинтош. И я мог бы показать вам видео про то, как я сходил в магазин и купил, но опять-таки все скажут, что это реклама. Поэтому, извините, придется вам верить мне на слово. Я приобрел системный блок, сердцем которого являлась вот такая вот материнская плата. Ну, наверное, про это тоже можно сказать, что это реклама, но знаете, как-то я начинаю уставать от этого бреда, поэтому идите к черту со своей рекламой. Это не реклама, это просто то, что я посчитал наиболее подходящим железом. Пытаясь эмулировать Apple Macintosh, вернее, Apple iMac стоимостью 117 990 рублей, я купил железо общей стоимостью, системный блок обошелся мне в 29 999 рублей, то есть 30-ка за системник, и еще 6 тысяч ушло на то, чтобы докупить в него оперативной памяти и SSD-шку. И вот эта материнская плата шла в комплекте. Давайте посмотрим на нее повнимательнее. Вот она, эта материнская плата, по крайней мере, коробка от нее, но здесь есть достаточно информации, которая нам нужна. Ох, в такие моменты мне бы очень хотелось, чтобы это была реклама, потому что нет никакого удовольствия, конечно, в том, чтобы отдавать за нее все вот эти вот бабки, но что поделаешь, приходится это делать, потому что хорошее видео требует хорошего финансирования, и я бесконечно благодарен всем тем, кто делает эти самые донаты. В какой-то момент вы спасли меня от моей собственной кризисной ситуации, ну и вот теперь, конечно же, далеко не собирая подобные суммы на донатах, я тем не менее чувствую какую-то поддержку со стороны зрителей, и могу себе позволить даже вот за кредитную карточку приобрести что-то подобное чисто ради эксперимента. Конечно, я не выкидываю этот компьютер, он остается мне, но, в общем, если бы не было бы вашей поддержки, то я бы просто не рисковал бы это делать, но не нужен мне этот компьютер в любом случае. Ну ладно, есть и есть. Так что, если кому-то из вас это нравится, можете чувствовать, что вы делаете донат не только ради того, чтобы оказаться на доске почета на сайте 16defizbits.ru в разделе «Спасибо». Ну и, в общем-то, становитесь причастным к появлению подобных видео. Так что, еще раз большое спасибо всем, кто помогает финансово. Благодаря вам подобные ролики только и появляются. Ну так вот, мы получаем материнскую плату, у которой, соответственно, есть LGA 1150 сокет для четвертого поколения процессоров i7, i5 и i3. Соответственно, Core i5 Haswell сюда встанет. Чипсет здесь Intel H81 Express чипсет, и бог его знает, поддерживается Mac это или не поддерживается. Но тут уж я, как говорится, рискну, в общем. Здесь поддерживается до 16 гигов памяти, но мы будем более или менее воспроизводить iMac, поэтому поставим 8, этого будет вполне достаточно. В качестве VGA здесь используется интегрированный график с процессор, то есть, то, что у вас будет в процессоре. В нашем случае, соответственно, это будет 4600, потому что у нас очень конкретный Core i5. Здесь поддерживается несколько сота портов, но тут мы тоже более или менее стараемся быть оригинальны. Есть USB, интернет говорит о том, что USB 3.0 надо в биосе отключать, потому что его почему-то не поддерживает Mac. Мои исследования показали, что это все глупость и все прекрасно работает. Ну, возможно, просто более новая система. Вот с двумя последними пунктами некоторая засада. Realtek 8111G, гигабит лан-контроллер, не встречается в реальных Macintosh. То же самое с Realtek LC887. Такой аудиочип тоже не встречается в реальных Mac. И тут есть определенная проблема. Но в остальном, кажется, эта материнская плата полностью подходит для наших экспериментов. Обидно то, что если не получится завести LAN или аудио, то это будет почти тупик. PCI-разъемов здесь нет, кастомную звук или сетевуху сюда не поставишь. Ну, если только PCI-экспрессную, а они как-то... Не знаю, не очень много опыта у меня с ними, но бог, ладно, с ними уж как-нибудь справимся. В общем, вот, такое мы получили в качестве поля для экспериментов и экспериментируем. Итак, у нас есть компьютер. Осталось добыть операционную систему. И знаете, это не так-то сложно. Довольно быстро вы можете выяснить, что последняя версия Mac OS X вполне легально может скачать абсолютно любой пользователь любой техники Apple. Ее просто можно скачать в App Store в виде DMG-файла. то есть в виде образа диска. Непонятно, правда, что дальше делать с этим образом, потому что на самом деле все эксперименты я проводил здесь, в своей лаборатории, а у меня здесь много чего нет. Например, у меня здесь нет мониторов, которые имели бы разъем DVI. Материнская плата поддерживает VGA и DVI, все правильно, а мониторы у меня есть только VGA и HDMI и нет переходника DVI-HDMI. Соответственно, абсолютно естественным решением для меня было подключить VGA-разъем на материнке к VGA-разъему на мониторе. И те, кто в теме, наверное, уже сидят с хитрой ухмылкой. Для остальных я объясню чуть попозже, почему они так делают. В общем, системный блок, подключенный к монитору по VGA порту, а также с подключенными к этому системному блоку клавиатурой и мышкой, обычными USB-шными Logitech-овскими, такими же, как я подключаю к этому маку, я, в общем-то, включил систему, системный блок. Он меня, естественно, тут же загнал в BIOS, так как на нем нет никакой материнской платы, и я стал изучать, что же мне там доступно. В BIOS-е следует отключать сразу очень многие вещи. Что касается загрузки. раздел Security. Нужно обязательно выбрать, что у вас там не Windows 10, а другая операционная система, Other OS. Следует отключить виртуализацию Intel. Вообще-то, я не знаю почему, но так рекомендуют делать. Есть еще некоторые функции, которые имеет смысл выключать, хотя мои эксперименты показали, что они особо ни на что не влияют. Вообще, эта конфигурация оказалась вполне достаточно удачной, но нюансы были. Полученный образ последней версии операционной системы Mac OS X El Capitan, то есть 10.11, я записал на флешку и добавил к этой флешке загрузчик. Загрузчик называется Clover, известный бутлогер для операционных систем BSD-семейства, скажем так, то есть он может грузить и FreeBSD, он может грузить и Mac OS X, в принципе, он способен грузить и винду, насчет Linux-а не знаю. Clover плюс развернутый образ Mac OS X в виде флешки, вставленные в этот системный блок и загруженные как не UEFI операционная система, а можно даже и как UEFI операционная система, вполне нормально стартуют загрузчик Apple. И у меня получилось увидеть черный экран с логотипом в виде надкусанного яблочка и бегущим прогресс-баром, который довольно быстро остановился, примерно на четверти, ну, может быть, на третьей загрузке. К счастью, Mac OS X это все-таки Unix, и ее можно грузить так же, как любой другой Unix, то есть ее можно грузить в текстовом режиме, наблюдая процесс загрузки. Таким образом, я увидел, на каком именно моменте у меня зависает этот самый процесс загрузки. Он зависает после того, как определяется Bluetooth. Новички, особенно имеющие дело с Linux, очень часто делают подобную ошибку, если попадают в такую ситуацию. Они считают, что последнее, что написано на экране, вот с этим и есть проблема. Но если включить логику и немножко подумать, становится понятно, что на самом деле виснет у вас не то, что последнее отобразилось, отобразилось то, что это значит оно работает. Виснет то, что должно быть после этого. Поэтому, если вы хотите решить проблему, то вам нужно посмотреть на работающей системе или как-то погуглить, а что же следующее должно было отобразиться у вас на экране, но не отобразилось. Я довольно быстро понял, что моя система перестает грузиться в момент, когда ей нужно перейти в графический режим. Несколько часов я убил на то, чтобы понять одну простую истину. Вот цена того, чтобы идти своим собственным путем. Никакой Macintosh, и до этого можно было догадаться, не работает из интеловских версий на VGA-разъеме. Вообще никакой. они всегда используют только цифровые видеовыходы. И если вы будете использовать VGA-разъем, то все, что вы увидите, это начальный процесс загрузки. Как только понадобится графика, Mac, как я уже сказал, рассчитанный ровно на то, что в нем есть и не рассчитанный на то, чего нет, просто не поймет, что делать дальше. И тут я оказался в несколько странной ситуации. У меня есть DVI-разъем, у меня есть монитор с HDMI, что практически то же самое, но при этом у меня нет никакого кабеля, чтобы все это дело соединить. При этом у меня есть HDMI-кабели, но HDMI-выхода на материнской плате нет. Я вышел из этой ситуации немножко странно. Я взял видеокарту обычную PCI-экспрессную NVIDIA и это был GeForce 730. На ней есть HDMI-разъем. я подключил его к HDMI-монитору и снова загрузил Mac OS X и ситуация несколько поменялась. Ровно на этом же самом месте, где он зависал, он теперь стал перезагружаться. Ну что ж, минус тоже результат, как говорится, и я понял, что в общем-то расповедение изменилось, значит, причина проблемы в общем та же, но реакция на NVIDIA-вскую карту другая. Недолго думая, в общем-то, элементарной логикой, мне удалось понять, что это значит, что в принципе NVIDIA-вскую карту он понимает, это значит, что он пытается ее инициализировать, но это значит, что ни в каком Mac не встречается GeForce 730. Вот и все. Да, у меня очень слабенькая рабочая карта, другая мне не нужна, я ее использую для офисной работы. Она поддерживает Full HD, а дальше это просто консоль и мне этого хватает. Но в принципе Doom 3 на ней не тормозит, на ней у меня работает FreeBSD, в кризис я играть не собираюсь. В общем, проблема решилась довольно просто. К леверу можно передавать определенные параметры загрузки и в частности я запретил к леверу давать macOS загружать драйверы NVIDIA. И получилось в общем-то то, что я и хотел. Mac смог загрузиться. Он, естественно, смог загрузиться потому, что он увидел цифровой разъем и при этом он не смог загрузить NVIDIA драйвер, поэтому загрузился в низком разрешении, но все же зашел в графический инсталлятор. Сама установка была абсолютно тривиальной, просто next, next, как говорится, и все установилось очень быстро. после этого я перезагрузил машину и попробовал загрузиться с жесткого диска. Тут я встретил некоторое сопротивление. Оказалось, что действительно, так как это все-таки IBM PC, у него хоть и есть Wi-Fi BIOS, но нету именно Mac-овской прошивки, поэтому он не знает, как передать загрузку macOS. Это умеет делать клевер, но клевер на жесткий диск надо еще установить. Есть такая возможность, есть инсталлятор клевера, но почему-то свежепоставленный инсталлятор, вернее не инсталлятор, а загрузчик, установленный с помощью этого инсталлятора, не захотел нормально загружать macOS 10 с жесткого диска, вернее с SSD. Но при этом, если загружаться с флешки, то ее клевер определяет, что система уже установлена на SSD и предлагает загрузиться с нее, а не с себя, не со своей флешки, с которой он стартует. И если такую опцию выбрать, то все работает. Свежий L-Capitin прекрасно грузится с SSD. В общем, все, что я сделал, это смонтировал UEFI-раздел, расположенный уже к этому моменту на SSD-шке, стер с него тот клевер, который я туда установил потом, и просто тупо переписал данные клевера с флешки на этот раздел. Что такое UEFI-раздел, это по сути просто FAT32 размером что-то около 128 мегабайт и банальное копирование одного раздела в другой просто пофайлово полностью переносит загрузчик и все начинает работать. Система была установлена и она работала. Проблемы, которые остались, это те самые проблемы, о которых я говорил, когда мы близко смотрели на материнскую плату. Ни сетевой адаптер, ни звук не определились. Но выход был очень простой. Для этого сетевого адаптера существовал KXT, то есть Kernel Extension Module, который поддерживал эту сетевую карту, но там я встрял в другую странную ситуацию. А для поддержки такого аудиочипа, который тоже не встречается в маках, существует проект, который называется Voodoo HD. Это программа для macOS 10, которая инициализирует звук на базе вот этих вот AC97 чипов и все начинает работать. Так что со звуком проблема решилась буквально по щелчку пальца, а вот с сетью пришлось немножко потанцевать. С сетью у меня была странная проблема. Пока я не установил драйвер на macOS 10, она мигала светодиодами сетевой карты, но писала, что сетевой адаптер есть, это реалтек такой-то, но к сожалению драйвера у нее нет, поэтому работать ничего не будет. Горел link и мигал act, как и должно быть. Когда же я посмотрел как определяет эту сетевуху mac, я тут же нашел драйвер для такой сетевухи и установил его. Но оказалось mac определяет сетевуху неправильно. И после установки драйвера что-то пошло не так. Сетевой адаптер продолжил мигать линком, вернее мигать act, то есть получать и передавать пакеты, но у него погас линк. То есть зеленый светодиод не горит, желтый светодиод помигивает. И ничего не работает. Потом я спохватился, еще раз внимательно посмотрел на коровку, понял, что там совсем другой чип, переустановил драйвер, но это не помогло. Линк не поднялся, и сетевая карта в общем-то определилась в системе, но она писала, что линк то есть, то его нет, то есть, то нет, то есть, то нет. Могла мигнуть за секунду раз в 10. И было непонятно, что делать. И тут я вспомнил один очень интересный прецедент, случившийся со мной лет 5 назад. Когда-то давным-давно вышла новая гигабитная сетевая карта, которая не поддерживалась во FreeBSD. Вернее, поддерживалась, но не совсем. Если она работает, то можно во FreeBSD дать ей IP-адрес, и все прекрасно. Но если сделать и в конфиг имя интерфейса down, то есть, программно погасить интерфейс, link газ, и больше не поднимался. И в конфиг имя интерфейса up ничего не давало. Был примерно тот же эффект. И тогда я очень глупо чинил эту ситуацию, но это работало, и мне этого было достаточно. Нужно было просто загрузить эту монетриторскую плату в Linux или Windows, где этот драйвер работает нормально, поднять интерфейс там, а затем перезагрузиться во FreeBSD, и дальше все работает, и трогать ничего не надо. Я подумал, а почему бы мне не сделать здесь так, ведь драйвер у меня уже стоит правильный, просто он не хочет поднимать сетевуху. Я взял флешку с FreeBSD, загрузил этот комп во FreeBSD, поднял сетевуху там, перезагрузился в Mac OS X и вуаля, все работает нормально. На этом все проблемы закончились. Видеокарту Nvidia я из компа изъял, и на следующий день уже взял кабель DVI-HDMI, чтобы подключить DVI-разъем на материнской плате к своему HDMI-ному монитору. И вот тогда Mac OS X увидел знакомую ему видеокарточку, так сказать, на самом деле всего лишь видеоядро процессора Core i5, Intel HD4600, выставил разрешение Full HD и стал работать по полной программе. Его все устроило. Получился полноценный Macintosh, который считает, что он действительно Macintosh. И все работает. В общем, после того, как я записал это видео, и у меня все получилось с Хакинтошем, я потерял всякий интерес к этому компьютеру и просто подарил его жене. Но раз уж я решил выложить это видео, то давайте пока она не видит, проберемся к ней в комнатку и посмотрим собственно на тот компьютер, о котором я говорю. Ну вот он этот системный блок. Обычный абсолютно системник, только моя супруга уже наклеила сюда логотип Apple просто в виде наклеечки. Внутри та самая материнская плата Asus. Ну еще там стоит SSD-шник и терабайтный винт. Темно, не видно. Ну комп обычный. Еще она наклеила себе логотип Apple на компьютер, то есть на монитор LG. Ну как видите здесь работает самый обычный Mac. Если мы посмотрим информацию об этом Mac, то он считает себя, исходя из того, какой в нем процессор и видеокарта, iMac с 27-дюймовым дисплеем конца 2013 года. Что очевидно неправда, потому что здесь естественно всего лишь 22-дюймовый монитор, но он ориентируется на проц и видюху. в остальном память 8 гигабайт все нормально в общем. Графика та самая полтора гига видеопамяти и работает эта штука безумно быстро. Ну вот давайте допустим посмотрим системные настройки. Здесь мы видим панель управления дико напоминающая KDE 4 и вот и мои программки клевер-загрузчик и Voodoo HDA, который позволяет работать аудиокарточки нестандартной в этом Mac. Такие вот интересные настройки есть. Если мы посмотрим в клевер то он говорит о том что установлена версия более новая но запущен он со старой это произошло именно потому о чем я говорил что мне пришлось скопировать данные с флешки потому что новая версия почему-то не хотела нормально ничего грузить. Если мы запустим App Store то он абсолютно рабочий у Apple никаких претензий к этой системе нет она абсолютно уверена что это именно настоящий Macintosh в обновлениях кстати тут доступно обновление надо будет его поставить как видите за последние 30 дней кучу раз уже обновлялся и iTunes и сама система и все это работает так что никаких тут косяков нету все отлично как видите стоит Unix гимп потому что может ну и это абсолютно обычный набор вот скринсейвер очень мне нравится у Mac я правда не знаю как его быстро попробовать как можно быстро попробовать кнопкой старт нажать загружается такой вот скринсейвер не отличишь блин от натурального рыбки такие вполне реальные хороший скринсейвер ну что ж мода на демонстрацию нескучных обоев как самых главных атрибутов хорошей операционной системы наверное прошла вместе с господином Поповым но суть вы понимаете есть компьютер работает он зараза быстро и есть винты терабайтный винт на нем стоят например программки можно запустить Adobe Photoshop предназначенный для Mac ну мгновенно все грузится работает тут он даже мы где-то отображаемся правда он еще не зарегистрирован стоит ознакомительная версия но это вопрос времени короче все это вполне работоспособно если вам интересно дерзайте но помните установка программного обеспечения от Apple на компьютеры не от Apple это прямое нарушение лицензионного соглашения проще говоря это незаконно но это работает и этот мотив важнее всего остального он